Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. В Карачао-Черкесии продолжаются масочные режимы. На две недели продлены меры для лиц 65+. Об этом в интервью рассказала заместитель министра здравоохранения Карачао-Черкесии Тамара Кипкеева. Также Тамара Усмановна рассказала о частых вопросах по вакцинации от коронавируса, который поступает в Минздрав Республики. Население интересуется о показаниях и противопоказаниях вакцины. Все это будет решаться, когда житель записывается к терапевту. Прежде чем пройти на вакцинацию, каждый гражданин проходит несколько этапов. Первый этап – анкетирование, опрос, осмотр терапевта. Запись через госуслуги идет активно, и по телефону, и через госуслуги. Но мы будем вакцинировать их в порядке поступления вакцины. Мы их всех записываем. Организован лист ожидания. И по мере поставки этой вакцины практически все будут охвачены вакцинацией. Транши поступления вакцины распределены по месяцам. В январе 1542,6200, и мы столько же человек должны охватить. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 17151 человек. Из них 15481 выздоровел. 752 человека госпитализированы. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов посетил фермерское хозяйство «Арея» в Адыгихабльском районе. Фермерское хозяйство «Арея» реализует инвестиционный проект по строительству и реконструкции молочного комплекса на 900 фуражных коров со шлейфом. Насколько успешно реализуются планы по развитию молочного производства и насколько важен этот проект для нашей республики, узнавала Альбина Ламкова. Здесь все для коров и хорошего настроения. Но и самое главное – классическая музыка способствует увеличению объема в надое. Продуктивность одной дойной коровы в среднем составляет 32,5 литра. Общий суточный надоей равен 31 тоне молока. А всего прошло только два года, когда в республику завезли первую партию гаустинской породы коров из Дании. Все осуществляли в два этапа. На сегодняшний день в животноводческом комплексе содержит 1100 дойных коров. На сегодняшний день этот молодняк завезенный уже телится по третьей лактации. Сохранность молодняка 99%. Самые маленькие жители одного из корпусов дружелюбно и ласково приветствовали гостей. Хоть и предки из Дании, но они здесь уже полноправные хозяева – Старокувинские. Республика для них стала настоящим и уютным домом. Их окружает любовь и забота. Становясь постарше, телят переводят в другой корпус для взрослых коров. За время создания молочного комплекса фермеры вырастили 478 нетелей. Всего на сегодняшний день в современном молочном комплексе содержатся 2634 головы. Животноводческий комплекс состоит из 15 корпусов. И это не предел в развитии молочного хозяйства. На примере данного крестьянско-фермерского хозяйства, ну вообще-то, вот что с ограниченной ответственностью, мы видим, что за два года с начала реализации этого проекта уже практически вышли на полную мощность – 6600 тонн молока в год. И предприятия еще и в развитии сегодня занимаются, и миллиардивным хозяйством создают свою кормовую базу. То есть, ну, один факт – то, что создано уже практически 100 рабочих мест. Развитию молочного производства уделяют особое внимание по всей стране. И в нашей республике сельскохозяйственная отрасль в приоритете. Путь ее реализации обусловлен инвестициями, благодаря которым и был построен и реконструирован молочный комплекс «Рея». Это уникальный проект. В него входит союз компаний, который будет обеспечивать полный цикл производства молочной продукции, начиная с кормовой базы «Новый путь». Он занимается выращиванием зерновых и масляничных культур, заканчивая переработкой молока фирмой «Сатурн». Специалисты молочного комплекса делают все, чтобы продукт был не только вкусным, но и полезным. Айран и маслами мы взяли, добавили туда витамины минеральный премикс, витамины группы В, витамины А, и получился очень полезный продукт. Успех реализации проекта осуществляется путем современных технологий, чтобы достичь наилучших результатов для увеличения объемов продукции. Поэтому важно, чтобы в рацион питания каждого человека был включен молочный продукт и обязательно хорошего качества. Секрет вкуса молока, его жирности и поддержания высокого количества надой в фермерском хозяйстве «Рея» прост. Он приобретается путем разнообразного полноценного питания животных. При этом основным кормом остается сено. Из коровьего молока изготавливают уникальные сыры, масло, творог, сметана, полезные напитки и смеси. Да и своей актуальности они никогда не потеряют, поскольку для человеческого организма представляют особую ценность. Регулярное потребление молочных продуктов положительно сказывается не только на здоровье детей, но и взрослых. Конечная цель проекта – получить статус племенного хозяйства, которая сможет реализовать племенных животных для выращивания в частных подворьях. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Адыихабльский район. МЧС предупреждает сегодня и до 28 января в горах Карачаева-Черкесии выше 2000 метров. Лавина опасна. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. С Карачаева-Черкесия Ветер южный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем до 12 градусов тепла, ночью на дорогах гололедится. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Накануне в России вспоминали трагическую дату – День памяти жертв политических репрессий против казачества. 24 января в 1919 году был дан старт массовому уничтожению целого сослоя. По инициативе одного из лидеров партии большевиков Якова Свердлова была принята секретная директива об истреблении казачества. Начался массовый террор. Число жертв, по данным, колеблется от полумиллиона до 700 тысяч человек. Еще 2 миллиона заставили покинуть родину. Ольга Савенко о том, что стоит за этой датой. Сводки убитых и репрессированных – это не просто статистика. Это запечатленные в цифрах трагические судьбы. Например, потомственного казака Игоря Дедименко. В детстве ему практически ничего не рассказывали о том, что он был из знатной казачьей семьи, как расстреляли обоих его прадедов. Только повзрослев, он понял, почему. Бабушкин отец Кривобоков Василий Матвеевич был репрессирован и отсидел долгое время в лагере. И за что, не могу сказать, потому что сколько не расспрашивал родных, близких. Ну, там знали за что. То есть, ну, как-то не принято в семьях у нас говорить о том, что все прекрасно понимали, за что это происходило. В 90-е, когда казачество возрождалось, оказалось таких, как он, тысячи. В семье Григоровых были и репрессированы, и расстреляны. За то, что были казаками, и советскую власть не очень-то жаловали. Прадеда Александра арестовали без объяснения причин и заключили под стражу. Больше родные его не видели. На месте поселка Юбилийного была тюрьма. И по рассказам своей мамы, вот это я точно знаю, что мама пошла утром, понесла с бабушкой, с прабабушкой, понесли кушать. Ну, прадеду. И в этот, ну, в общем, утром они пришли, уже никого не было. Всех буквально за ночь вывезли. И по сей день, как бы, архивы закрыты, никто ничего не знает, куда их вывезли и как и что. Репрессии против казачества были задуманы революционерами задолго до 1917 года. Верность присяге, свободолюбие, самодостаточность и независимость казаков неизбежно делали их врагами большевиков. В борьбе с казаками они использовали все средства красного террора. Массовое взятие заложников, расстрелы. Как массовые, так и профилактические. Через пять или десять человек. Баталпашинский отдел пострадал практически на сто процентов. Или выселили, или расстреляли, и расстреливали. Причем не просто, но и малых, и женщин, и детей, и стариков. Всех неудобных. Или высылали в Сибирь. Причем в лютый мороз это было все сделано. Сажали в чем есть на телеге и увозили. Представьте себе, как наши предки, какие понесли лишения. Мы должны об этом помнить. Директива Свердлова положила начало истреблению казаков. Именно они стали первыми, кто попал в жернова механизма репрессии. Вслед за казаками бесчинства по отношению ко многим народам, объявленным вне закона, затянулись на десятилетия. Безжалостно лишились жизни и сломали судьбы миллионов людей, самых разных национальностей и вероисповедания. На сегодняшний момент нет людей, которые бы все это видели. Но и документальные сводки, и исторические документы рассказывают о тех страшных днях, которые пережили наши казаки. В минувшие выходные во всех уголках Карачева-Черкисии прошли траурные мероприятия, посвященные дню репрессий против казачества. Прошли они в храме Покрова Богородицы Черкеска. Почти в память тех, кто всегда жил по закону, честь, вера и Родина для казака дороже жизни, казаки возложили венки и живые цветы к поклонному кресту, на котором написано «Казакам и членам их семей, безвинно убиенным в 20-30-е годы». Светлая им память. Ольга Савенко, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева-Черкисия. В Карачаево-Черкисию прекрасных девушек и милых дам высокая потребность в счастье. А счастье им дарят норковые меха. Поэтому кировская фабрика «Снежка» привезла в Черкесск ярмарку из новой коллекции шуб и размеры даже 70-е. Счастье не должно иметь границ. Руслан Карпмазов узнал цену этого счастья. Чтобы быть счастливым, денег не нужно, потому что шубы дают без денег. Кировские мастера привезли в Карачаево-Черкесию более 1000 новых моделей норковых шуб. «Снежка» знает, что путь к женскому сердцу лежит через норковую шубу. Вот такая вот шубка. А почем будет, если брать в рассрочку? В рассрочку ежемесячный платеж составит 2900 рублей. Рассрочка без первоначального взноса и без переплаты до трех лет. Все женщины Карачаева-Черкесии теперь могут получить меховое удовольствие. Ведь счастье не должно иметь ограничений. Если до Нового года размерный ряд ограничивался 64-м, то сегодня даже 70-й размер украсит милую даму нежным мехом. А радость становится больше от рассрочки, когда без денег становишься обладательницей шубы. Скажите, пожалуйста, сколько красавиц и должно исполниться лет, чтобы можно было получить рассрочку? Покупателю должно быть не менее 21 года. «Снежка» привезла и ультрамодные меховые свитеры из норки. Цвет на любое настроение. А рассрочка делает настроение еще более ярким. Меховая ярмарка работает в Доме предпринимателей в Черкесске каждый день с 9 до 20 часов по 31 января. Шубка-распашонка. Кофта-свитер меховой. И самое главное. При покупке норковой шубы меховая жилетка в подарок. И от такого счастья невозможно отказаться. Вот скажите, пожалуйста, вот эта белая шубка, почем она будет, если брать в рассрочку? Ежемесячный платеж составит всего 2500 рублей за эту шубку. Это шуба «Автоледи», три четверти рукав и полный рукав. Белоснежная, роскошная шубка. То есть такой шубе еще автомобиль нужен? Да, обязательно. Так эта шуба не только «Автоледи», но еще и конструктор, да? Это трансформер. Есть возможность, отстегнув рукав, получить рукав три четверти. Получается длинный короткий рукавчик. И на весну это очень актуально. Из-за того была и шуба красивая, и часы красивые были видны. Да, все, можно свои прелести продемонстрировать. Руслан Куркмазов, Али Бустанов, Норковые вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Субтитры подогнал «Склифосовский»